Это кадры тех самых дней, когда произошел теракт. 5 июня 2016 года группа религиозных экстремистов напала на оружейные магазины и воинскую часть номер 6655 в Ахтубе. В городе был объявлен режим красного уровня опасности и антитеррористической операции. В ходе перестрелки погибли 8 человек, трое из них – военнослужащие. Портреты и имена героев запечатлены в зале славы военной части. Это майор Даниэль Майлыбаев, младший сержант Перегжан Калиев и рядовой Досбол Саппар. В этом году исполнилось 6 лет, как погиб мой брат. Мы все, конечно, очень сильно горевали, особенно мать. Военной части никогда не забывают про эту дату. Каждый год устраивают мероприятия, возложения, чтят память о погибших. За это я очень благодарен. Воинская часть 6655, в которой служили погибшие, стала местом памяти, куда их родные приезжают каждый год. Я очень горю с моим дядей. Когда вырасту, хочу быть военным, как он. У меня с ним связано много теплых, добрых воспоминаний. Когда он приходил в гости, всегда баловал. Он настоящий солдат и герой. Картина тех трагических дней все еще стоит перед глазами, рассказывает военнослужащий Еломан Жензельдаев. В тот роковой день, когда автобус, который захватили террористы, протаранил ворота войсковой части, он был дежурным на территории местного автопарка. Он оказывал сопротивление захватчикам и был тяжело ранен. Пуля попала ему в легкие. Я служу в воинской части 6655 с 2013 года. 5 июня 2016, когда на воинскую часть было совершено нападение, я был дежурным в автопарке. Нам пришло сообщение о том, что ворота протаранили. Мы взяли оружие и оказывали посильное сопротивление. До сих пор у меня перед глазами стоит эта картина. Навсегда осталась в памяти. В тот день я получил пулевое ранение в легкое. После этого ничего не помню. Ужасные дни. Конечно же, я хочу, чтобы подобного никогда не повторялось. Также в память о погибших организованы республиканские соревнования по самбо. В турнире принимают участие военные из городов Караганда, Уральск, Кукшетал, Кустанай и других. Всего более 60 человек. Данный турнир в этом году проводится пятый раз. Ежегодно проводим через погибших военнослужащих, как ранее говорили. Участвует шесть команд со всех регионов Казахстана. В середине есть чемпионы Азии, призеры в мире, призеры Азии. Данный турнир проводится отборщими. У нас в ноябре месяце, в конце ноября в городе Ускаминогорска будет проводиться чемпионат министра внутренних дел по борьбе с самбо. Во время контртеррористической операции в 2016 году часть террористов была ликвидирована, другие задержаны. Спустя время, в ноябре 2016 года, все мира были приговорены к пожизненному заключению. После террористического акта в военном городке были усилены меры безопасности, часто проводятся учения, направленные на отработку навыков по защите от терроризма. Жанна Акжолова, Юрий Шаповалов, программа «Факт».